Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня такой у меня будет полудомашний влог, полу-недомашний влог. Прежде я хочу вам рассказать такую историю, которая тут со мной произошла. В общем, это какой-то кошмар, девочки, честное слово. Значит, мы с мужем, ну, достаточно часто ходим в кино на какие-то фильмы, в основном вечером, укладываем детей спать, там, в пятницу или в субботу, и уезжаем в киношко, как бы. У нас остается мама дома и, ну, как бы, присматривает за ними, а они спят в это время. И я, когда хожу в кино, я очень люблю попкорн, который сырный. Я всегда его беру, всегда ем, всегда, когда хожу в кино, всегда его беру. Ну, и тут мы сидели, пошли на фильм «Джокер». Кстати, фильм мне не особо понравился, какой-то он, ну, такой странный, на мой взгляд. Вот, и, в общем, ела я этот попкорн, и, вы знаете, вот такой нераскрывшийся, нераскрывшийся, как это это, зернышко, да, такое, которое твердое, 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 оно мне попало на зуб, я, как бы, ну, так, не скажу, что там, что-то там почувствовала и так далее. У меня зуб был запломбирован, у меня был достаточно сложный зуб, там такая была большая пломба, и долго мы этот зуб не делали. В общем, попала на этот зуб, и я, как бы, так, языком провелась, ну, все нормально, как бы, и все. И через пять дней он у меня отвалился, точнее, отвалился кусок зуба, и у меня осталось, получается, две трети стенки. Самое интересное, что пломба осталась на месте, а сам зуб отвалился, и когда я пришла к врачу, она прямо такая, «Вау, вы что такое ели, и что вы делали с зубами?» Потому что она сказала, что это перелом, то есть, как перелом костей, у меня получилось перелом зуба. Ладно бы, как бы, переломала, там, грубо говоря, поставила коронку, и все, хотя не вижу в этом ничего хорошего. Вот, так, вопрос еще в том, что, получается, у меня сломалась та стенка, у которого зубы являются несущей, то есть внутренняя, ну, внутренняя, да, часть стенки. И, более того, у меня обломалось все так, что у меня прям острые края зуба были, которые разодрали мне весь язык. В общем, она мне сейчас все подпилила, там, в общем, я побежала к стоматологу, да, мне все подпилили, все замечательно сделали, поставили туда какое-то лекарство или что-то такое. И, вообще, у меня теперь будет решаться вопрос всего, будет невозможно поставить на этот зуб коронку, потому что зуб обломался аж под самый корень, то есть у меня идет десна, и вот внутри вот туда обломался. То есть не просто кусочек скололся, а обломалось вообще там все просто жутко. И, оказывается, просто все это время держала этот зуб пломба, которая, ну, вот как бы не удержала. Но пломба, оказывается, хорошая, видите, пломба не сломалась, зуб сломался. В общем, кошмар какой-то, я теперь попкорна вообще есть не буду, я вообще даже в кино не хочу идти, если честно. В общем, такой кошмар. И, возможно, придется вообще удалять и ставить имплант. Да, но я дико этого не хочу. Если не возьмется та стоматология, в которую хожу я, то я, наверное, буду искать какую-то другую стоматологию, потому что мне как-то не очень хочется ставить имплант. Это все-таки операция и, ну, как-то там. Так что, девочки, с попкорном будьте очень осторожны. Я заранее извиняюсь, может быть, у меня сейчас не очень хорошая дикция, но просто у меня пухший язык. Все там тоже заложено, запломбировано, и поэтому я вот как-то так. Вот, ну, а сегодня сейчас я пойду готовить обед-ужин и поеду, метнусь сегодня субботом. За парфюмом, который я хочу купить своему мужу, кое-что хочу посмотреть себе. Может быть, найду магазин с оптикой и посмотрю себе. В общем, возьму вас с собой. Так, значит, на обед я сегодня варила гороховый суп. Мои уже поели. Ну, обычный, с обычным горохом. А на ужин тут по-быстренькому приготовила. Вот мента меня спрашивали, как я его буду готовить. Вот просто в панировочных сухарях. Обжарила на сковородочке, ферре. Оно, правда, разваливается, но ничего, получается вкусно. Ну, соль, перчик, все как обычно. Также потушила овощи. Это остатки того, что у меня есть. Баклажаны, перец, ласточка, морковка, лук. И добавила сюда ложечку томатной пасты, соль, перчик, немножко специй. Перемешала, потушила. Очень вкусно. А, и когда я добавляю томатную пасту, я всегда добавляю немножко сахара, чтобы не было слишком кисло. И на гарнир еще пюрешка. Так что все, наготовила. Могу быть свободна. Ну что, девочки, я приехала в магазин лента. Сбежала от своих мужчин. И готовила им еду. Собралась такая, ушла. Они, ты куда? Я говорю, ну как, в смысле? Пойду погуляю от вас, отдохну. Вот, в общем, непривычно им очень сильно, что я куда-то ухожу. Суббота, воскресенье обычно только если с ними. И тут, можно сказать, сбежала. В общем, пойду погуляю. С горя, так сказать, из-за зуба. На самом деле, я просто решила вам рассказать эту историю про зуб, чтобы вы были аккуратны. Потому что, получается, у меня обычный поход в кино теперь выливается, ну, мягко говоря, в копеечку. Это мягко. Поэтому, да, в общем, вот такая вот история. В общем, с горя пойду куплю себе что-нибудь. Вчера так расстроилась, на самом деле. Вчера как раз ходила к врачу, и она когда сказала, ну, мне нравится этот врач, хорошая. Вот, она когда мне об этом сказала, я как-то вообще думаю, думаю, блин. Вот. Ну, я надеюсь, что я раньше времени просто расстраиваюсь, и все будет, на самом деле, хорошо. И мне поставят коронку, и никаких имплантов. Потому что я их очень сильно боюсь. Ну, в общем, пойду я в ленту. Надо как-то оправдать свой отъезд из дома. Хотя бы куплю продуктов. Ну, видео, то, что я купила в магазин лента, будет отдельно у меня. Следующий, наверное, выйдет. И потом поеду еще в торговый центр, заскочить в Ревгош, купить мужу парфюм. Я не знаю, буду я тестировать те ароматы, которые вы мне писали. Я их все заскринила. Вот. И, ну, попробую потестировать. Вот, просто не знаю, успею или нет. Потому что еще хочу. Нашла тут вроде магазинчик какой-то. Есть оптики. Хочу посмотреть оправу для очков. Вот. Так что побежала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова итак приехала я домой уже на самом деле у нас уже этот темень жуткая вот и я принц перри пошла вот за этим как я уже сказала за этой туалетной водичкой вот так вот она выглядит я вам ссылку оставлю но ссылку на риф гош потому что в риф гоши покупала просто потрясающий аромат а он мне очень сильно нравится муж тоже очень понравился так что вот взяла 100 миллилитров это было скидка 40 процентов так что достаточно выгодная цена получается меня еще также попросили показать все парфюмы моего мужа значит вот я ему покупала у него уже закончился сейчас выброшу как раз вот этот вот это что у нас вот так вот называется он я уж не буду коверкать язык но такой он там единственный по моему потому что нет ну так выглядит баночки единственно тоже очень вкусный тоже очень понравился и еще у него есть вот такой там ford но он не часто им пользуются вот такой вот вот и все его ароматы теперь у него вот так вот получается два аромата и давайте что я купила во первых там была девочка которая меня уже знает она как раз я не успела подойти она уже ко мне подошла и говорит вы вернулись и округа вот и в общем она мне еще сказала что на марку кларанс была скидка 40 процентов она говорит очень выгодно там я купила то что очень давно хотела все мне как-то не доходили руки до этого этого такая маска для области вокруг глаз она осталась одна последняя мне девушка сказал что действительно прямо хитом является ведь освежающая маска для кожи вокруг глаз интенсивно увлажняет освежает устраняя следы усталости и так далее его можно использовать в качестве и не только маски но и крема для области вокруг глаз супер как раз у меня заканчивается от виши и я буду пользоваться и этим средством еще я взяла вот такое средство тоже давно хотела его взять для удаления кутикулы соли хэнсон которая у меня был такой вот этот в синей упаковочке гель он стоит дешевле да но он высушивает кутикулы это правда даже продавец консультант она мне сказала его не было в наличии от соли хэнсон голубенького вот этого и как продавец консультант не сказала что да он высушивает то есть соли хэнсон без масла не обойдется а вот этим можно даже делать маникюр детям вот и он не такой едкий скажем так при этом очень хорошо справляется с кутикулой вот так вот выглядит эта баночка здесь и она говорит что она сама и пользуются и не хватает ей ну примерно около года то есть с учетом если использовать гель-лак да то говорит поначалу но чем больше им пользуешься тем менее нарастает кутикулы плюс говорит что он убирает как бы но если мало ли какая-то грязь где-то у вас да там образовалась то еще он как типа шампунь для ногтей получается в общем попробую вот это и вот это тоже вам расскажу ну вот на счет эта марка я знаю очень хорошая мал мавала как-то так называется так далее мне еще вот такую бумажку видите клиентский день пригласительный на 40 процентов кодоле я так понимаю до 20 10 вот это ладно вот еще мне кстати она меня знает вот эта девочка она мне все время дает какие-то продукты попробовать вот у клоранс я так поняла что у клиник тоже есть такая штучка которая вот как бы внутри типа сыворотка вокруг крем только клиник там нужно вставлять что-то выбирать там вот а это появилось еще у клоранс вот она мне дала два пробничка я там потестил он говорит очень классное средство вот видите здесь нужно смешать выдавить и попробовать это нам не два пробничка дала за что огромное спасибо вот смотрите ну я даже со своей стороны вот она мне сена пробнички дает я всегда прихожу тогда когда она есть ну мне кажется это нормально вот еще дала пробничек вот такой тональной основы я так поняла тоже от марки клоранс вот такая что тоже очень приятно еще вот такой вот пробничек тоже от клоранс тоже попробую надо для молодой кожи но нормально и и вот такую книжечку про вот эту марку малавия малавия да она правильно называется или мало умывали мавала в общем не буду коверкать язык вот видите тут всякие про ногти в общем всякого всякое такое и всякие средства видите лечение пути кладом и так далее чтобы я почитала посмотрела что есть но она прям очень-очень хвалила игры даже если вы делаете гель-лак себе сами то все равно очень классное средство так что так что вот такие вот у меня получились покупки и кстати вот эта туалетная водичка со списка 40 процентов вот у меня тут чек обошлась мне 4 758 маска для кожи вокруг глаз получается 1917 да и средства для обработки кутикулы 836 рублей вот так вот что вот такие вот у меня были покупки тут пришел мой котейка сладкий да что ты пришел ты скучал без меня я всем довольна купила все что хотела это очень меня радует и я не потестировала к сожалению никакие ароматы которые хотела которые вы мне оставляли просто потому что мне уже стали звонить мои мужчины ну как бы там где я что я и так далее в общем да и кстати хочу вам сказать вот сейчас так и когда ехала такую историю вот если кто-то из вас знаете не то чтобы боится ездить за рулем из-за того что вокруг знаете вот это вот есть такая история когда ты только-только садишься за руль и едешь и думаешь вот там сейчас про тебя подумают что ты где-то здесь ступила там ступила и так далее девочки не бойтесь мужики тупят еще хуже чем мы поэтому да вот я например сейчас заехала то есть там у меня такой поворот к этому торговому центру заезжая на поворот смотрю на меня мне на встречу едет машина по моей полосе я прям девочка обалдела я смотрю по сторонам думаю господи неужели я не туда куда-то за рулила смотрю мужик за рулем сидит у меня кого вообще знаете сразу сомнение что реально я не туда за рулила вот нет все таки я была права это он ехал по встречке не я в общем так что да что девочки не думайте ни о чем есть детей спокойно себе все все равно все тупят у меня кстати таких историй каких-то мелких когда я вижу что тупят не только женщины а большинство даже мужчину очень много поэтому котеечка моя пришла опять ко мне у меня каждый влог уже будешь до каждую лук я как сяду снимать к нам покрывать он сроском не приходит такой несчастники я тебе купила еду да и заехала в ленту тоже накупила но отдельном видео потому что знаю что не все любят смотреть закупку продуктов с ленты так что вот а еще заходила какой-то нашла магазин оптики я вам говорила нам зашла туда и там вообще практически выбора никакого нет там основном такие знаете очки для чтения которые ну а право я имею ввиду в общем в общем не судьба думаю ладно брошу это дело куплю линзы да и все вот ну ладно на сегодня я буду с вами уже прощаться я надеюсь вам понравился такой небольшой влог был для вас полезен и интересен я потом вот эти продукты потестирую тоже вам расскажу всех люблю целую до новых встреч